что друзьям приветствую всех любителей 3 викториям вы же помните что у нас как-то повелось как-то повелось ставить цели в начале серии в общем-то на серию и ну как-то третий раз подряд ставить тебе цель завоевания египта это слишком не очень то есть понятно чтобы рано или поздно египет завоеваем на вот их армия достаточно не скромная их оборонительные пакты с россией и францией мне намекает на то что может как-нибудь в будущем в далеком-далеком будущем возможно мы это сделаем но явно не сейчас сейчас я бы хотел ваше обратить внимание на что кстати в испании мятеж какой-то прикольно а у них есть островочек островочек здесь а подожди оккупация британия вы воюете скажите мне и вообще не на это хотел обратить внимание но давайте тоже посмотрю давай аристократы королевский флаг интересно интересно монархи автократии ладно это не то что я хотел посмотреть первую очередь первую очередь я хотел обратить ваше внимание на войну все-таки воюет британия и сша британия очень очень низко пола очень далеко она от первого места мало батальонов не так много флота ввп ну вы понимаете да не сильно не сильно блещет собой до них еще к тому же вест индия я не помню говорили не говорил стала независимой ну то есть британия посыпалась очень сильно но покажем чужина их короны у них я не знаю насколько это долго будет все-таки раза в два британская индия самой британии сильней это я к чему это к тому что они отличены и завоевать вот эти вот две прекрасные территории как-то на них обращала уже внимание завоевать их ради населения подожди у нас осторожность это же не значит что у нас хорошие отношения то нет конечно у нас британцы хорошие отношения да не смешайте нас никаких мега союзов у них нету вот и очень печально что у нас самительный репутация ведь из-за этого у нас ухудшение отношений со всеми со всеми со всеми к нам никто особо хорошо не относится кроме россии и италии да вот я еще обратил внимание нидерланды нидерланды к нам хорошо относятся можно было бы попробовать с ними получать отношения и одну их ввп совсем скромно и попробовать попробовать их привлечь на свой рынок то есть Сначала торговое соглашение, потом таможенный союз попробовать сделать, давайте, ну у них никаких, ну есть колонии, конечно, ну потом с ними как-нибудь разберемся, потом. Давай попробуем получить отношения с ними, это во-первых. Во-вторых, Либерия, Либерия прекрасно к нам вносится, радушие, отношения радушные. И уже с ними можно всякие приколы заключать по типу союза, отмена, просто отмена. Оборонительный пакт, в принципе улучшение отношений неплохо, давай, давай сюда. Приняли, оборонительный пакт, еще бы, еще бы. Отношения прекрасные у нас с ними, был бы неплохо, ну во-первых, таможенный союз, а во-вторых протекторат, а может быть даже наоборот. Во-первых, протекторат, а потом оно сам как-то придет само, поэтому улучшение отношений поставим и давайте начнем финансирование. Обязательства там всякие, там желание плюс 50 при обязательстве. Да, вот видите, дебаф-то все идет, о чем я говорил, сомнительная репутация. Сейчас мы будем воевать с Британией, там еще сильнее сомнительная репутация будет. Вот так что давай финансирование целый косаря, полтора косаря будем тратить. Фу, солидные деньги. Так что давай вот так. Из-за финансирования у нас будут улучшения отношений до, я не вижу где это написано, ну вот, до 80 плюс, да. У нас сейчас плюс 36, отношения будет 80. Посмотрим, к чему это приведет, надеюсь, к чему-то хорошему. И британские территории, видимо, видимо, наша цель на эту серию поднять население. Ну, давай подумаем, давай подумаем. До 30 миллионов сможем? Сомнительно, ой, сомнительно. Просто вот эти территории дают границу с Сокота, с Бенином. Бенин, сколько у вас населения? 2 миллиона Сокота, 6500. Фу, вот эти люди будут работать у нас. Плюс, опять же, очень сильно нам нужно равноправие, оно у нас уже изучается, и это равноправие нам позволит принять, что, а, рабочую-рабочую силу я себе повышаю, позволит принять нам мультикультурализм. Полезнейшая вещь, крайне полезная. Вот, я вам уже показывал в прошлой серии, да, что у нас население, население, нигде свободного, вот, сортировка по крестьянам. Занзибар, он у нас присоединяется, и да, согласен, есть Гандер, что-то еще осталось, и, в общем, все остальное, все колониальные новые регионы. И, смотрите, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Южную Африку, тут у нас 600 тысяч скромных, присоединить можно. А, 83-й год, запомним. А, ну и давай Британию, а, приходим. А, здесь я, конечно, уже построил 20 батальонов, флот, флот, чем ты похвастаешься? А, всего ничего, давай, давай лучше наймем, отбирался, чтобы попроще было. 8 кораблей, ну да, высадка, как бы, ничего хорошего не предвещает. Неужели мне придется снова как-то разделять армию здесь и 15 корабликами куда-то там высаживаться? Ну, похоже на то, похоже на то. Так, Британия, сколько это будет вообще стоить по агрессивочке? Давай так, интерес у нас есть? Ага, может быть, у нас перемирие? Почему я не могу с ними пово... Да, перемирие, действительно, 79-й год... А, всего годик, всего годик, причем в январе, 6-го января. Просто война с британцами по КД. Это я поддерживаю, да, да, да. Королевство Мерина, может быть, с тобой? Смотрите, тут у них нет никаких покровителей, к счастью. А, и сделать ее марионеточкой. Сколько населения? 2 и 3. Ну, не так много, но давай, давай. Самое неприятное, что это остров. Фулл остров, 21 батальон плюс призывники. А, но у них собственный рынок, и у них нету армии какой-то крутой. Фулл и регуляр, вы видите, да? Так, в южной части чуть побольше казарм, чем в северной. Есть свободные крестьяне, прекрасно. Они же все вольются в наш таможенный союз, вот как сделала Южная Африка. Вот она у нас на нашем рынке представлена. И, ну да, тут не признано чернокожее население, поэтому при законе о миграционном контроле оно никуда не может мигрировать. К нам не может мигрировать население. Вот. А, здесь, я думаю, все признано, все прекрасно. Правильно. Закрытая граница. Ха, неправильно. Хе-хе, неправильно. Ну да ладно, сколько будет стоить превращение в барионетку? Семнадцать. Семнадцать. Да-да. Ну что ж, сделать нечего. Давай наймем генерала себе в Эфиопии. У нас будет семнадцать батальонов под его командованием. Ну, семнадцать на пятнадцать кораблей, не так, чтобы и плохо. Превращение в барионетку, я почти уверен на то, что они не сдадутся нам. Потому что бот не любит сдаваться, когда у нас единого фронта нету с ними. А, превращение в барионетку подтвердить. Посмотрим, чем это может закончиться. Всякие уже французы с египтянами хотят их поддержать. Я вроде засейвился, да? Вроде я засейвился. Восстание в Патагонии. Ой, прекрасно. Подожди, вся Мапуча восстала. Помните, я как-то поддержал Мапуча против Аргентины? Теперь они нам приносят триста тысяч. Сюда. Давай к ним направим нашу большую армию. Это прекрасно. Это нам надо, конечно. Вот равноправие готово. Так. Франция поддерживает Мирину. Так, это я уже... Ага, это не туда смотрю. Сюда мне смотреть нужно. Ай-яй-яй-яй. Какая гадость. Вы посмотрите. Возможно, они никак их, конечно, не поддержат. Но, возможно, что-то они по типу высадки-то смогут сделать. Это было бы крайне неприятно. Так, посмотрим, чем это закончится. А, и по поводу одежды. По поводу одежды. Мы посмотрим на наши торговые пути. Моментально давай ставим максимальный пошли на 7 тысяч. Сюда. И мы продаем России и Османам всего ничего 200 и 148. Основной закуп у нас идет тупо от австрийцев. 2 600 и косарик от Египта. Понимаете, да? Такое производство при таком населении мы обеспечить не можем. Поэтому моментально вот это я закрываю. Вот. И все еще дефицит лютый. У нас много радикалов. У нас как бы не очень уровень жизни, судя по всему. Радикалам это не нравится. Посмотрите просто. У нас из-за радикалов уже было восстание. Мне-то совсем не нравится. А вот и война США с Британией закончилась. У-у-у, США, я вас поздравляю. Нифига вы расширились. Ха, ну и граница. Какой кошмар. Да, что только поздравить остается. У британцев тут еще какое-то маленькое восстание в Сиро-Леоне, в их марионетке. Ты же марионетка, правильно? Марионетка. Ну вот. Я думаю, я думаю, восстание тут на изи всех загасит. Как бы 15 призывников на ноль. На просто ноль. Потенциально наша марионетка будущая. Восстание, говорю, война с Мериной. Ой, Франция, ну не подведи. Просто ничего не делай. Это будет так прекрасно, так замечательно. Давай ставить высадку. Пошла высадка 50 дней. Ну и мапуче. Мапуче 23 батальончика скромных. 25. Ну и тут погнали. Тут, я думаю, никаких проблем точно не будет. Нужно сейчас за Мериной следить, что будет здесь. Ну да, и чем это, конечно, может закончиться? 6 на 17. Сильно. Хотя, смотрите, поддержка высадки с моря слабая. Ну, добавь не такой сильный. Ну да, нужно пытаться, пытаться еще раз пытаться. У них, опять же, как я и предполагал, тупо иррегуляры. У нас может получиться. Давай так подумаем. Может. Мне кажется, население в Гандере уже закончилось. Занзибар, сейчас будем повышать ВВП за счет тебя. Знаете, какая у меня будет тактика? Я же могу с двух сторон на них высаживаться, правильно? Пока их армия, допустим, отличена на одну высадку, я уже второй высадкой встречаю меньшее сопротивление и уже завоевываю плацдарм здесь. Фу, сильно, сильно. Ну, сюда я даже не смотрю, тут все прекрасно, как обычно, все великолепно. Войны 2 на 2, наступление удачно. Ой, как хорошо. А, кстати, у нас и так-то и так одна высадка высаживается нормально. Фу, как хорошо. И здесь проходит, какое везение, ну все, Мерина, наша, забудьте обо всем, что я говорил раньше. В принципе, да, 2 высадки, это реально полезно. А вот и французы, фу, да, ну и духота, друзья, ну и духота. Право собственности для женщин готово. Так, мультикультурализм, наш родной, давай, давай, принимайся. Не, ну то, что тут француз исполняет, это прям вообще неприятность лютая. Не, ну будем надеяться, что они просто очень долгое будут перевозить сюда. И как бы на этом все. Так, Патагония, в принципе, готова аннексироваться. Прекрасно. Это значит, мы основную нашу армию направим на Мадагаскар. Великолепно. Эфиопия наша, смотрите, это мы. Это мы, кстати, это мы. 200 тысяч, 38 тысяч, 201. А, не то чтобы много, но что-то да есть. Мадагаскар, ну, французская армия. Я очень не хочу, чтобы вы высаживались, но, видимо, придется. Видимо, без этого никак. А, ну и при том, тут нет никакого свободного населения, чтобы вы понимали. Красно. А вот и французы, здравствуйте, 214 батальонов. Сюда. Ну, французы, разумеется, нас давят страшнейшим образом. Какие у вас войска, скажите мне, какие-какие? А всего лишь, ну, линейная пехота, ладно. Ну, и осколочная артиллерия. Друзья, ну давай в ДФ, наверное, встанем пока, раз такое дело. У нас есть какой-нибудь наступательный генерал? Да, вот этот генерал у нас явно наступательный. Тогда давайте этого мы тоже на защиту поставим. А один генерал будет у нас тупо фулл в наступлении. Да, мы даже обороняться не можем, вы понимаете. Хорошая была война. Друзья, ну, может, садитесь? Нет, 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 не хотят. Ну, давайте тогда активируем призыв. Я уж не знаю. Не, ну, такой долгой войной, такой долгой войной. Тут у нас буквально по, там, одной маленькой провинции отбирается. Процентики набегут, и мы победим, Мадагаскар. Победим, все хорошо. Паника откладывается. Ну, француз нас просто давит в хвост и в гриву, блин. У нас нету шансов, если что, один на один против него. Никаких, абсолютно. Вот капитуляция. Переручение в марионетку. Вот их новый флаг. Да, да, подождите. Да, да, это флаг их новый. Наш цвет, все дела. Нужно было вот еще островочек этот попросить. Я не думаю, что он очень бы дорогой был, оказался. Но как бы африканский, или рядом с африканским, да, считай. А вот, не знаю, вот эти острова не считаются Африкой, или нет? Или это что-то там индийско-океанское? Не знаю. У нас с вами перемирие до, получается, 85-го года. С тобой у нас перемирие, я помню, помню, 83-й год, еще 3 годика. Британия, нет смысла уже с тобой воевать, да? Хотя батальонов у тебя немного. Ммм, но по-моему, воевать с Британией все равно. Когда она ничем не отличена, просто начать воевать с Британией, это нормальная тема. Ой, это очень дорого. 35, дурной, с 35. 35, ни хрена себе, это почему так дорого? Великая держава, великая держава. Прекрасно, но это же их колония, как бы. Ладно бы, если я высаживался тупо в Ирландию сюда. А я не могу даже посмотреть, сколько бы это стоило. Но за колонию, ну, даже не знаю. Да, мультикультурализм у нас вообще не хотят принимать. 9% всего. Да, давай в другой раз тогда. Через сколько можем это принять? 12 месяцев подождать. Окей, блин. Попробуем экономическую систему снова. Свободная конкуренция. Все дела. А вот и Sierra Leone X 100 независимая. Как я и ожидал. Отношение к нам прям вообще плохое. Плохое приплохое. Но тем не менее, давай попробуем поулучшить отношения. Плюс финансировать. Вот скромное вообще финансирование. Ничего не стоит нам. Хм, смотрите. Я вроде прекратил продавать одежду. Но ее так покупают. Вообще аж треск стоит. Вы посмотрите, сколько я получаю пошлин? 14 тысяч пошлин я сюда получаю. Друзья, у меня нету больше одежды. Хватит ее покупать. Прекратите. Рыли, хватит. Просто 5000 одежды сюда. Ну и смотрите. Чисто бедняки, разумеется, больше всего тратит денег на одежду. А потом идет зерно и табак. Что-то у нас табак вообще так в жизнь крепко вошел. Прям очень крепко вошел в жизнь. И да, ниже ожидаемого уровня жизни есть население. Средний класс. 5,5 процентов ниже ожидаемого уровня. Фарфор. Очень любит средний класс у нас фарфор. Да, он у нас производится в Гандере, в котором нет населения. А, немножечко я поменял. Производственные методы появилось. Появилось, супер. У нас какие-то военные морские базы уже требуют броненосца. Это, видимо, свежезахваченные здесь. Правильно? Неправильно, не похоже на то. А какие порты у нас требуют броненосца, извините? Подожди, это военная морская база вообще? Как это произошло? Капская колония. А, это Южная Африка решила перейти на броненосцы. Ну, я вас поздравляю, да, приходите на здоровье. Так, Либерия получила обязательства. Да, это все-таки пишется справа снизу. И обязательства, обязательства. Ну, смотрите, таможенный союз, это минус 7. Все еще из-за репутации. Подожди, а у нас сколько репутаций? Там, по-моему, порог 50. Порог 50 перешагивается. И, ну вот, 54 у нас, да? Ждать до 49, допустим. Это в неделю на 1-10 уменьшение. Боже мой, какой кошмар. Что, может быть, начнем с торгового соглашения? Что думаете? Давай начнем с него. Я очень надеюсь, что все наше население не поедет сюда. Хотя здесь привлекательность высокая. Так, торговое соглашение готово. Население. Что насчет переехать все просто в Либерию? Ну, не похоже, что у них пошла миграция к ним. Прекрасно. Но торговое соглашение это одно. Таможенный союз это другое. По-моему, они еще меньше хотели стали с нами дружить. Да. Неприятность отношений 98, чтобы вы понимали. Чисто по событию нам отношения стрельнули. Иначе-то это не особо еще дало. Я надеюсь, хотя бы полиция немножечко успокоит население. Потому что радикалов масса. Огромная масса. Просто посмотрите на радикалов. Вся страна красная. Кроме самых богатых регионов, обратите внимание. А так она фулл красная. Просто фулл. Вот я рыль и не понимаю, что нашему усилению не нравится. Ну, сейчас она немножко угоманивается. Но у нас один из самых высоких уровней жизни среди великих держав. Вы понимаете? Один из самых высоких. Где-то такое видно, чтобы в Африке такой... Ладно, это я осуждаю. Я осуждаю. В Африке все замечательно. Все прекрасно. О, наконец-то что-то светлое у нас произошло. Свободная конкуренция. 110 тысяч плюс. Фу, смотрите. Фонд. Пул. Миллион восемьсот. Денег из фонда. А, сюда денежки потекли рекой. Да, это прекрасно. Это супер. Реально, у нас такие сильные капиталисты, что ли, скажите мне. А, начато строительство. Да, да, да. Источник инвестиций хороший. Текстильные фабрики. Ну, разумеется, у нас такая вот... Такой рынок текстиля лютый. Что просто никому не исчезло. Супер, супер. Можно тогда построить парочку строительных секторов новеньких? Можно. Только, желательно, там, где есть население, они не в Зулу Ленде. Я тут парочку заводиков-то воткнул. И они более-менее работают. Так, это из хороших новостей. Мультикультурали... Ой, минус какой-то сильный. Промышленники? Я почему против промышленники? Я не могу понять. Ну, блин, давай попробуем. Аграрно... О, подожди, аграрность. Революция за аграрность. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, ну, революция так револ... Где вы хотите восстать, скажите мне? По всей стране, вы посмотрите. Просто посмотрите на эти границы восстания. По всей тупо стране они восстанут. Везде, даже здесь. О, боже. Просто от радикалов. Просто потому, что у нас селяне очень жесткие. А вы против мультикультурализма? Да, против. Отмена? Зачем? Не надо? Чё? Ребята, давайте дружиться. Жить дружно без этого. Давай без революции как-нибудь. Давай. Это, видимо, это неизбежно. Ужас. Минус 12. Злость тупо. Ай-яй-яй-яй-яй. Только доходики появились. Сразу всё. Сразу конец. Сразу революция. Они восстанут самой страшной в Эфиопии, где ну столько армий. Прёс-то. Нет, ну, заканчивать прохождение тупо проигрышем? У меня планов не было таких. Как я с этим буду справляться, я рейли не понимаю. Может быть, мне помогут указики по жестокому подавлению? Кстати, минус беспорядки. У нас же куча беспорядков в стране. Вообще куча. Везде. Это бы сильно нам помогло их подавить. Вот давай отменим какие-нибудь налоги потребительские, да? И вместо них воткнём пару указов на жестокое подавление. Какие у нас вообще дебафы от беспорядков? Миграционная привыкательность, налоговые потери. Ну, там какая-то смертность от этого. Ну, и что? Просто смешно. Смертность. Та, блин. Не, ну подавление, конечно, прекрасно, но от революции селян, профсоюзов и землевладельцев нас это не задефает, к сожалению. Ой, какой кошмар. У нас ещё фельдмаршал здесь землевладельц. Вот он восстанет, интересно, конкретно он. И этот землевладельцев. Нет, это... Ой, так. Куда-то я не туда повернул в какой-то момент. Куда-то я повернул не туда. Да неужели аграрность восстанавливает? Ну, что это? Так, аграрность. Всё, вы успокоитесь. Можно, знаете, как? Немножечко, чтобы они успокаивались, да? И аграрность в конце не принимать. Только этот я... Такой выход я вижу. Только такой. Рыли, никак иначе. В Зулулэнде голод. Блин, голод, как Африка, сразу голод. Я не понимаю, разработчики, что вам не нравится? Какой голод? С едой у нас полный порядок, обратите внимание. Какой голод? Миграция из-за большого голода. Ну, супер. Производство в Зулулэнде полностью остановится. Полностью пропадут. Ну, ладно, население растёт потихонечку. Ладно. Какой голод? Я не понимаю, а что влияет на голод? Население у нас не супер-то и бедное. Уровень населения удовлетворённый. О чём речь? А помните, я в Новый Южный Уэльс хотел там нападать, да? Как-то хотел помнится мнение. Сейчас я не то, чтобы в состоянии это сделать. Но опять же, пять батальонов. Никто их вроде не поддерживает. Прекрасно. Фронт. Фронт появился общий. Марионетка. 20 агрессивки. 20. Ваше население миллион шестьсот. Вот на этих всех территориях так мало людей живёт. Да. Нет, тогда дипломатия полностью для нас будет закрыта. Что делать с этим? Я не знаю. Только-только репутация меньше 50 упала. Так, и смотрите. Либерия. Ты же войдёшь в наш таможенный союз. Есть. Есть влияние в... Что это? Западная Африка. Влияние в Западной Африке. Всё больше и больше. Сьерра-Леона вообще никак с нами ничего не хочет. Обязательства у них есть перед нами. Но торговля как бы... Начнём с того, что у нас нет торговых путей. А так бы было 147 минус. Не то, чтобы... Ну, не хотите. Я даже не знаю, как вас тогда склонить на свою сторону. Намерение. Неосторожность. Либерия. Прямо поздравляю с таможенным союзом. И от вас уезжает население. Прекрасно. Суда. Население. Больше населения. Богу. Население. Прекрасно. Прекрасно. Да. Это мне нравится. Либерия. Протекторат далеко ли... Да. Да. Никогда. Протекторат примерно никогда. Различие правительств страшнейшее. Это почему? У вас в правительстве тупо консервативные. Землевладельцы. И у вас это евангелисты. Ну, чисто священники. Интересно. А различие правительств? Это считается только кто... Ну, именно правительство или законы тоже имеется в виду. Ну, законы у нас тоже очень разные. Так-то. Ох, я уж не знаю, что мне делать с этой одеждой. Понимаете? Самое-самое страшное... Вот я пытаюсь выровнять баланс экономики. Давай скажем так. Все это время я пытаюсь выровнять баланс экономики. Ой, железо. Какой дорогой. Кошмар. Не сюда смотрим. Может мне на кого-то накинуть эмбарго? Потому что... Но это реально не... Хватит это терпеть. Сколько у нас минус? 3000. Накинуть эмбарго на Пруссию? У нас на осторожность, тем более. В этом есть какой-то смысл. А могу ли я это сделать? По-моему... По-моему, нет. Плохие или хуже отношения? Плохие или хуже? Антагонизм. Вот с тобой я смогу эмбарго? Да, Франция эмбарго. Сюда. Франция с ничего не покупает. На Египет могу эмбарго накинуть. Так, хорошо. А сколько Египет покупает косарик, да? Ну, все-таки мы планируем с Египтом противостоять ему. Давай накинем эмбарго. Возможно, османам это понравится. Возможно. Эмбарго есть, неактивно. Так. Население, вы счастливы? Вы просто-просто счастливы. Лейлисты взмыли вверх. Да. Эмбарго на Египет то, что нужно. Опять большой голод. Да шо ж такое? Покажите мне, пожалуйста, пальцем. Откуда у нас голод? Что случилось? Из-за беспорядков голод? Хе. Судя по всему, беспорядки работают от радикалов. Радикалы от снижения уровня жизни. Но уровень жизни у нас растет. Поэтому радикалы, пожалуй... Тихо-тихо-тихо. Есть. Есть. Внутренние дела. Оно нам что дает? Кто-то дает оно нам. Оно нам дает. Радикализм политдвижения. Вот я слышал гарантия свобод какая-то около имба. Может быть, ей стоит озаботиться. Вот радикализация от снижения уровня жизни. Тоже минус пять. Полиция. Как ты там работаешь? Профессиональная. Я вам уже показывал. Тут радикализация от уровня жизни. Минус двадцать пять. Фуууу. Сила, сила, сила. Ладно, пока что... Давай, дойдет она как-то вот... Я один раз пропустил. Тут полный кружочек прошел. Слава богу, что успеха не было. Аграрности. Нам просто дали драматурга. То есть двадцать престижек еще. Фу, сильно. Вот. И как бы на этом все. Пора озаботиться серой. Я чувствую. Пора озаботиться серой. И, наконец-то, модернизировать армию. Вот такое вот посреди голода стране я делаю волевое решение. Не знаю, что мне сейчас в голову взбрело. Куда мы поставим химический завод? Где у нас есть население? У нас населения нет нигде. А вам хэр? О, отлично, отлично. А вам хэр, наш знаменитый регион. Штучек пять сразу воткнем сюда. Химзаводиков. И будем таковыми. Вот население обрадуется. Ну, нитроглицерин на всякие шахты направить. То, что нужно. А динамит скоро ли у нас будет? Не вижу. А динамит-то у нас уже есть. Тогда тем более надо этим заниматься. У нас вот-вот будет ВВП 100 миллионов. Итак, на дворе 83-й год. Вы помните, что это значит? Ха-ха-ха. Южная Африка. А мы про тебя не забыли. Итак, я надеюсь, я уже смогу отменить вот это принятие аграрности. Так, средний, в принципе, все. Все неплохо. Все неплохо. Радикалы у нас потихонечку падают. Ой, как хорошо это. Как приятно на это взглянуть. Беспорядки, разумеется, все еще остаются. Несмотря на указы в некоторых областях. Она жестокое подавление. Я уже не знаю, как этим... Как это задефать? Так, и по-моему, следует еще на кого-нибудь эмбарго накинуть за одежду. На кого? На кого? На кого? Нидерланды. Я вроде улучшаю с ним отношения Нидерланды. Австрия отношения нейтральные. Пруссия нейтральные. Так, как будто бы мы не очень-то и много продаем одежды. Но по факту не сильно у нас все хорошо с этим. Итак, химзаводики. Химзаводики. Давай, давай. Кстати, а мы взрывчатку могли и без серы производить? Если бы я сдал, я бы намного раньше бы этим... А, ну, в принципе, да. Но сера нужна все еще на удобрения. Так что без этого бы не обошлось, к сожалению. Итак, ладно. Вот у нас какая-то взрывчатка. Что нам требуется больше всего? Уголь? Уголь. Похоже на уголь. Железо дешевое. Интересно, экспорт железа нас сильно убьет? Вот Пруссия и... А, подожди, мы Египту эмбарго вроде положили. Нет, подожди, эмбарго мы-то положили, а он на нас нет. Хе, вот с чем секрет. Ну, давай. Давай продадим немного Египту железо, потом, если что, отменим. У нас проблема со свинцом, я тут вижу. Фу, свинец еще, боже мой. А, вот. Первое место, куда мы направим. Динамит. Это сюда. Итак, свинец ты производишься? Производится. Супер. До фла руднички тут еще увеличим. Отлично. Динамит на серные рудники. Это гениально. Есть такое дело. Уголь нас интересует. Есть. Ну и все, взрывчатка вдруг стала супер-супер дорогая. Дефицит. Все дела. Химзаводики, работайте. Работайте, як сумасшедшие. Итак, Южная Африка. Аннексия субъекта. Всего-ничего. Да, это добавляет агрессивочки, но тут она очень скромная. Ну, видимо, потому что еще население здесь очень-очень низкое. Очень низкое население. Ну, прекрасно, прекрасно. Я просто задавался еще вопросом до этого, тратится ли агрессивка на аннексию. Ну, давай, вас никто не поддерживает. Все в порядке. Все прекрасно. Их армия не какущая. У нас армия кое-какая. Ну, вот и все. Можно было бы, в принципе, знаете, какой мув провернуть? Получить торговый договорной порт в ЦИН. Договорной порт в ЦИН. Выведет нас на ЦИНский рынок. С огромным количеством товаров. Например, шелк. Ну, шелк это производство богатой одежды. И снижение производства обычной одежды. Это нам не надо точно. Что-нибудь экспортировать им можно было бы в целом. Как будто бы это полезно. Опиума у них есть, скажите мне? Похоже, что нету. Нет, есть какой-то опиум. Просто нам для медицины в армии тоже опиум бы очень сильно пригодился. Можно что-то попроще по типу захвата микрана? А вы же можете маковой? Да, может. Всего два. Боже мой. Ну, очень скромно, конечно. А давайте как? Давай в армии, в армии. Сразу переставим все на опиумы. Ой, 121. Ну, довольно много. Ну, давай, переставим все. И этот опиум начнем закупать. 190. Итого импорт. И что это за объем? А, нету конвоев. В общем, дело. Ну, сейчас мы разберемся, сейчас. Так, у нас появились конвои. Британцы как-то не горят желанием нам продавать кучу опиума. А потому что нам нужно просто чудовищное количество конвоев. Правильно я понимаю? Ну да, было бы неплохо, чтобы еще кто-то тут работал. А у нас тут голод. И как бы население жестко в минус идет. Ай, беда, беда. Южная Африка отступается. Я не сомневался. Итак, здесь даже есть свободное население. Вы представляете? А, подожди. Я мультикультуризм хотел проявить, да? Вообще забыл об этом. Вообще. Давай по... Да. Селянея опять на минус 13 упадут. Они уже в революции участвуют. Какая разница? Потихонечку начнем включать области, да? По легонечку. Какое-то здесь есть свобода населения в Южной Африке. Что великолепно просто. Вот. И сюда можно поставить больше заводов текстильных. Текстильные заводы это сила. Вижу заводики боеприпасов. Здесь в наличии 40 боеприпасов. В принципе, взрывчатка это есть. Давай. Первые 40 боеприпасов. Куда мы их потратим? Куда? 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 Может быть, это будут легионерские южноафриканские части? Может быть. А ну-ка, 19, да? Здесь будет тратиться 19. И на пушечки 19. И еще где-то одна. Одна скромная водка заруба. Да. Легионерские южноафриканские части. И у нас просто застрельщики с артиллерийской поддержкой. Просто на высадке страшнейших. Фу. Их боялись даже мадагаскарцы. Да. Возможно, стоит не жестоко подавлять, кстати, людей, а просто социальные выплаты поставить. Это хоть что решило бы. Я даже не знаю. В полном ли объеме? И только заметил. 100 миллионов ВВП. Восьмое место в мире. Нас можно поздравить. Повыше США, Италии и чуть-чуть до Британской Индии. Нам еще просто рукой подать. Раз уж такая беда серы. Возможно, ее стоит, кстати, закупать. О, да. Пять конвойчиков не то, чтобы много у нас. Ну и объемы просто смешные. Я понял, мир. Как-нибудь сам. В принципе, серы есть в новом южном Уэльсе, который я хотел завоевать. Возможно, стоит этим заняться. Ты много его добываешь? Ты нисколько его не добываешь? Я понял тебя. Я тебя предельно ясно понял. Репутация все еще сомн... Ах, плевать на репутацию, если на кону просто жизнь. 20 агрессивочки. Уэльс, давай марионеточку. Марионетку. Чикс, ну что, мобилизуем наших бравых бойцов, нашу элитную пехоту, наши элитные 20 легионерских южноафриканских батальона. Самой современной армии в мире. У них в целом страх. Возможно, они отступятся. Это было бы просто великолепно в таком случае. Так все, мы стоим на фронтах. Ну как нас не испугаться? Вы посмотрите на этих... На этих... Ну их вообще никак не видно на карте. Что не то чтобы круто. Да, мультикультурализм вообще никак не идет. О, давайте еще подумаем. Гарантия свобод. Вот, надеюсь, эта имба нас спасет. Чисто по слухам знаю, что это и как это. Надеюсь, она так же хороша на деле, как и по слухам. И да, Южный Уэльс отступается. Вот он в нашем цвету. Вот он наш флаг. Сюда. Итак, друзья, ваша задача серные рудники строить. Вы справитесь? Я очень надеюсь, что да. Знаете, есть такое мнение, что Канак пора включать как область. Ну, бюрократия немножечко не позволяет это сделать. О, тем более инфраструктура, извините. Вот. И в целом, в целом, я всю игру присоединяю все регионы. Я не знаю, как на карте это посмотреть быстро. Но, посмотрите, все лояльные здесь. И здесь все лояльные. Прекрасно. Ну, голод, конечно, какой-то есть. Подожди, указики можно туда... Тихо, я хотел о другом рассказать, но отмена. Все-таки жестокое подавление-то работает. Фу, как хорошо. И здесь уже нет нелояльных. Красно. Ну как, нелояльные-то есть. Вопросов нет, беспорядки. Восходка в Кении остались беспорядки. Какая красота. Ну и вот, все регионы, что я присоединяю, они все включенные. Все приносят налоги. Вообще, как у нас по налогам? Доходики 500, 1 тысяча на фуле. Плюс 117 было бы у нас. Ну, что-то, да. Что-то в этом есть. Давайте на ложек на чай, допустим, поставим. Да, чтобы лишние денежки лутать. И, о, мы в шестом месте. Ну, шестом, это что-то случилось у кого-то? США что-то совсем как-то не очень хорошо себя чувствуют. И вот, смотрите, при таком населении, среди великих держав у нас самое низкое население. Я выдаю такой, в общем-то, нескровный ВВП. Да, да, что-то в этом есть. Вот-вот Британию я обгоню. Ну, у них что-то скачки какие-то. То вверх ВВП, то вниз всякие. Ну, Британия не в самом лучшем своем расцвете, я скажу так. Не то, чтобы в этом много понта. Эх, напасть на вот эти колонии. Как было бы здорово. А у португальцев вот это забрать. Вообще бомба. О, они построили здесь наконец-то порт. У них наконец-то тут доступен рынок. Завоевание тут просто страшное. Просто страшное. Агрессивки это просто масса стоит. Может, ну, эту агрессивку... Да, действительно, ну, все глубоко-глубоко и надолго нас ненавидят, к сожалению. Ну, великая держава, сори. Ну, конечно, было бы приятно с кем-то, помимо Либерии, сможешь заключить союз. Но, видимо, не в этой партии. Поэтому давайте накинемся на Португалию ради... Вот ради какой? Вот этой провинции или северной? Хм, или всего сразу, очень дорого. Что по поддержке? По поддержке... Ой, Австрия, скажи... Австрия, Австрия. Так, ну, тогда как-нибудь по временем с этим. Вижу Буганду, население миллион. Хм, Буганда, Буганда. И вы все миллион населения куда-то пристроили. Какие молодцы. У промышленности. Ух, хорошо, как у вас. Буганда, может... Ну, давай. Покорительство Британии. Да что ж такое? Ну, ладно, это не страшно. Ее я быстро смогу захватить. Не Британию, Буганду. Или раз уж такое дело, тогда сразу на Британию напасть. Что еще мелочиться? В принципе, наши... Наш южно-африканский спецназ готов ко всему. Но 35... И вот это бонус-модификатор на то, что она великая держава. Ай-яй-яй-яй-яй. Не, ну, пока мы можем это делать. Почему бы и нет? Давай, давай. Хотел я в самом начале. В самом начале были планы напасть на эти колонии. Ну, захватим их, захватим. Но под конец. Они все еще тут ничего не построили, кроме пяти призывных пунктов. Так вот, завоевание области. Южно-Камерун. Давай, давай. За них может вступиться Египет. Ууу, это было бы, кстати, неплохо. Это было бы неплохо. Правда, сколько будет стоить добавить войну эти провинции, я не представляю абсолютно. Но Египет, если что, ни в чем себе не отказывай. Просто, пожалуйста. Кстати, вот этот островочек территории в Индийском океане. 20 дурной славы. Фуу. Ладно, давай, давай, как я изначально хотел. Дельта Нигера. 35 еще дурной славы. Ну, я засейвился. Ничего страшного. Ничего страшного. Сколько у меня агрессивочки прямо сейчас? Изгой. Хе, изгой. Подожди, пока до 122, по-моему, на нас уже могут нападать запросто. Эмбарго от Франции, да, да. Нет, нет, я так жестко, выше 100. Я не хотел бы, потому что вот это я получаю в таком случае. Давай чуть-чуть полегче действовать. В принципе, можно попросить освобождение страны. Это ничего не стоит нам по агрессивочке. А тут в основном страны такие. Ээээ, индийские, да? Цейлончик. Ну, я не думаю, что нам хватит это. Потому что мы до суда не доплывем. Может быть, что-то здесь? Знать бы, что это за территории. Ну, давай, давай, просто добавим. Что за Бастар и что за Траванкор для меня, это загадка. И как это посмотреть, я не сильно понимаю. Ну, да. А, возможно, вот что-то из этого Бастар, возможно. А вот Траванкор, кста, мы нашли. Ну, ладно, если что, просто брать это не будем. Ну, собственно, все. Никакой Египет ни за кого не вступился. Скромная армия Британии, скромный флот Британии. У нас оказался неплохой флот, между прочим. Ну, что, начинаем. Начинаем высадки. Сюда, в принципе, можно направить, я думаю, наш основной. Ну, как, основную нашу армию. Просто тут никто не будет противодействовать ему. Так что, почему бы и нет? А, мы же закупали опиум у британцев. Точно, точно. Совсем запамятовал, представляете? Может, у кого-то еще импорт наладим? У России. У них же Персия там в рынке. Все дела то, что надо. Торговое соглашение от османов? Уф, ты лично. Давай, османы. Ну, любой друг для нас это просто невероятная редкость и ценность. Так что, конечно, давай. Итак, вот она высадка, вот она успешна. То есть здесь что-то... Тихо, 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 спокойно, спокойно, спокойно. Тихо, вот этого я не ожидал. А ну, давай, сбросим их в море. Ну, с целью войны у нас все благополучно абсолютно. Чему я, собственно, рад. Не, ну, то, чтобы бот вот так вот высаживался, я, по-моему, впервые это вижу. Наверное, это не редкость, просто как-то я с этим не встречался особо. О, да. Так, давай в фулл защиту встанем. Все равно у нас цель войны взята. А лишний раз погибать не то, что хочется. Что у вас за войска скажите мне? Ну, самые лучшие. Самые лучшие, как у нас. Там, ну, тут у нас с боеприпасами все помнят, что проблемесы. Поэтому вот. Тут еще чел, выдающийся стратег от обороны. Не, ну, хорошо они, да, хорошо придумали. Да, как-то тут без шансов. Ну, в любом случае, процентики капают. Сами они не атакуют. Абсолютно точно. И гарантии свободы в наличии. Гарантии свободы. Так, скажите мне. Радикалы вроде что-то уменьшается. Кста, что-то уменьшается. Не то, что лоялисты росли, но радикалы вроде вниз ползут. Или нет? Не, ну, похоже на то. Но, окей. Будем это так же качать, как и правоохранительные органы. Вещь полезная. Я смог чуть-чуть теснить. Вы не обратите внимание, что тут наступление идет. Это австралийцы. Ну, как бы, что с них взять, австралийцы? Они, получилось немножко теснить их с юга, да? Вот в таком формате мы и сидим, и сидим. Военный счет капает. Все прекрасно. Да, что-то война сильно затянулась. Меньше, меньше нуля. У них не падает желание. Ай, печально, печально. Видимо, придется как-то через высадки работать, видимо. Но, наверное, мы это уже будем делать в следующей серии. Заканчивать серию на войне. Вот этого я еще рыли не делал никогда. Как вы видите, в дефе мы и держимся. Держимся в дефе уверенно относительно. Потому что у нас больше просто, да? Ну и все. Потихонечку будем делать высадки. Надеюсь, успешные. И после этого-то я надеюсь, все. Все. Победка будет за нами. А пока, а пока. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик. И на этом на сегодня все. Всем спасибо, что были. Всем спасибо, что смотрели. Как-то так.